Дорогие зрители, я рада вас приветствовать на канале Harmony & Nostre. Меня зовут Катерина, я видеоблогер из Австрии. Сегодня я вам расскажу историю своего переезда в Австрию, о том, что этому предшествовало, как я вообще здесь оказалась, почему, и как сложилась моя жизнь в этой европейской, немецкоговорящей стране. Знаете, бывают такие дни, когда о любви не то, что не хочется слышать, но и видеть ее не хочется. Вот как раз такие дни, это 8 марта, 14 и 23 февраля. Сегодня мы с вами в потрясающе красивом месте, будет очень красивое видео из местечка Гасаузе. Оно находится в Сальском Иргуте. Ребята, я сейчас спустилась к этому пруду, и что я вам хочу сказать? Я просто в шоке. И у него маленькие зубы. Взяли один колобок, сейчас его будем растягивать до невозможности. Сальма, а что делать, если будут дырки? Они покормили мать, но следующим летом они убьют ее дитя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Друзья мои, если это не прекрасно, то я тогда вообще ничего не понимаю в красоте Теперь самое интересное – вид с балкона Вид с балкона, ребята Чтоб я так жила Вид с балкона зашибенный Да Ребята, смотрите, торнадо Зал китов Здесь слышны их звуки Ребята, вы узнаете, кто это? Это знаменитые пираньи Посмотрите, какие они здесь спокойные Я думаю, что им самое место в аквариуме О, я приплыва Приехали на одну очень красивую гору А тут ребята запускают самолеты Марин, как гора называется? Тратберг Правда, такое слово практически ругательское Вон, видите, как самолетык летит Смотрите, какой красивый многоуровневый водопад Девушка у подножия сидит так романтично Мы шли где-то полчаса по лесу Беда тут с интернетом в горах Но все равно человек знает, что такое фейсбук Это уже, знаете, какой прогресс Делайте вид, что вы турист, что вы ничего не знаете Что вы такой беспомощный И австрийцы обязательно откликнутся на это Это их такая особенность помогать людям Они очень отсывчивые Поэтому они вам 100% помогут Ответят на ваши вопросы Даже если они не хотят с вами знакомиться Вот так вот Сходим с ума по-австрийски Смотрите, какой романтичный вид открывается с верхнего музея Это вот сам дворец Хельбрун Его парки Где мы с вами рыбок смотрели гигантских Там еще Зальцбург видно Крепость на горе Дорогие друзья, спешу с вами поделиться отличной новостью Железнодорожные сообщения между Австрией и между Германией Наконец-то восстановлено Временно ли это или на постоянной основе Сейчас об этом никто не знает Это неизвестно Но вы можете отслеживать ситуацию На сайте австрийских железных дорог И на сайте немецких железных дорог Сегодня будем смотреть, как же развлекаются австрийцы летом Называется это развлечение Зомер-родель-бан Это слово можно условно разделить на три слова Зомер – это лето Родель – это санки И бан – это трасса Дорогие зрители, я приветствую вас на канале Хармони и Ностри Сегодня мы с вами находимся в Зальцбурге И будем смотреть эти прекрасные старые автомобили Они очень дорого стоят И я буду называть вам цены, от которых вы будете точно в шоке Так вот, в этом поезде было много африканцев, мигрантов или беженцев Они бегали от контролера по вагонам, прятались в туалетах Леокадия пояснила, что люди искали защиты в этой пещере от бомбардировок во время Второй мировой войны Но они не знали, что пещера не выдержала бы удара и обрушилась Но слава богу, что ни одна бомба не попала в пещеру и никто не пострадал Да, слава богу, все без жертв Я очень люблю русский, но мне нужно больше читать и говорить, чтобы это снова будет И это исторический участок, потому что Здесь очень много кнопок, и даже два огня А вот так выглядит австрийский фастфуд Традиционные булочки, колбаса, мясо Традиционные продавцы Ребята, это самое вкусное, что вы можете попробовать на любом рождественском рынке Стаканчик с горячим молоком, оно очень горячее И вот такую вот шоколадочку Я должна взять шоколадку, опустить горячее молоко Подождать некоторое время В общем, дело было так Все началось около четырех лет назад Когда к нам в группу изучения немецкого языка Пришел этот красивый, молодой, темнокожий, загорелый, как еще сказать Такой очень яркий египтянин Как европейские СМИ, в частности австрийские СМИ Освещают события, произошедшие на Синайском полуострове в Египте Вы знаете, что недавно там разбился российский самолет И погибли все пассажиры и члены экипажа Царство им небесное А сейчас мы идем в Мавзолей Я даже не представляла себе, что я приеду в Москву А здесь открыт вход в Мавзолей Все, ребята, и последняя выплата, о которой я вам хочу рассказать Девочки, сделайте звук погромче Которые не замужние или которые замужем за гражданами, которые работают в Австрии Если ваш муж умирает, конечно, не дай бог, но скажет, может такое случиться То пенсию получаете вы Вот так, что имейте в виду, что вдовы здесь получают не только свою пенсию, но и пенсию мужа Ребята, хочу с вами попрощаться Если вам показались эти выплаты какими-то интересными, то не забудьте поставить пальчик вверх И еще хотела вам сказать, если вам интересна какая-то определенная тема Вы можете мне прямо под видео написать Катя, расскажи, пожалуйста, вот про то-то, про то-то И в какой-нибудь следующей прогулке, когда мы выберемся на природу Я вам расскажу про эту тему, если я, конечно, в курсе тела Субтитры сделал DimaTorzok